916-5581, все-таки давайте определимся в программе «Русский дух». Москва — это азиатский город, скорее азиатский город, или Москва все-таки город европейский? 916-5581, там Москва как город скорее азиатский, 916-5582, вы отправляете Москву ближе к Европе. Москва — город европейский, 916-5582. Ну вот мы проголосуем, и я потом предлагаю, может быть, мы после обсуждения еще в конце передачи проголосуем. 788-107-0, 495-й код, плюс 7925-101-107-0, номер для ваших смс-сообщений. Есть еще сайт rusnovosti.ru, зеленая кнопка «Задать вопрос» в прямой эфир. Добрый вечер, доброе утро, вам говорим, Алло. Доброе утро. Меня звать Елена Ефимовна. Да, очень приятно. Да, Елена Ефимовна. Расскажите, как вы считаете, Москва — азиатский город или европейский? Азиатский, однозначно. Мы когда в том году ехали из Казанского вокзала в Сочи, так вот с 11 утра до 12 три поезда прибыло из Средней Азии, и они как тараканы. Нет, смотрите, Елена Ефимовна, возможно, вы меня плохо услышали, потому что я как раз-таки отсекла этот аргумент. Мы сейчас говорим на каком-то культурном таком образе, да? То есть, например, как вы ощущаете себя? Например, когда вы идете на рынок в Москве, вы торгуетесь? Ой, я туда не хожу. Я хожу в Ашан-магазин. Там значительно дешевле. На рынке давно не хожу. Они все оплеванные, они все в бациллах. Понимаете? Когда людей не провели... Вот Арабские Эмираты, где мы с мужем отдыхали в эту зиму. Вот у них там на 1 миллион 800 тысяч коренных жителей 6 миллионов слишком привозных, и они у них сидят, работают на стройках за 200 долларов в месяц. Но вы сейчас как раз-таки приводите аргумент, что Москва такой вполне себе восточный город, если арабский... Восточный. Восточный. Смотрите, парируйте, пожалуйста. 85-й только что написал, или 85-я... 85-я, да, как раз женщина. Москва прекрасно. Гуляю в центре каждой выходной. Чисто европейский город. Я была во всех столицах Европы. Там гастарбайтеров еще больше. Ну, вспомните Париж, например. Мы сейчас не говорим о других столицах. Я тоже была и в Германии. Там все культурно. Там турки работают таксистами. Одни турки таксисты. Так у нас тоже таксисты. У нас города одни кафе и там ресторанчики. Вы их не отличите от немцев. Разве что у них немножко потемнее глаза. Понимаете? Нет, по пунктам. Вот вы можете... У вас один критерий определения Москвы как города, скорее, азиатского? Грязный город. Город ужасно грязный, заплеванный. Я живу вот на университете. Вы посмотрите, там одни нищие, все заплеванное и все в этих развалах. Носки, трусы, там какие-то, я не знаю, шапки, футболки. Тут же еда. Это на университете. Раз. Еще. Что еще? Какие еще критерии? Потому что он грязный, поэтому он сразу азиатский. Да, он азиатский. Потому что он грязный. Потому что это арабские эмираты. Да. Вот пример. Не надо изобретать велосипед. Вы же сказали, что не надо сравнивать с другими городами. Он вышел, там везде видеокамеры. Он вышел за пределы своей там стройки, где он работает. Он в магазин не имеет права зайти. Хорошо. Его сразу штрафуют на те же 200 долларов. Плюнул в сторону, и тебя штрафуют, если я плюнула. И этого рабочего штрафуют, если он плюнул. И там везде видеокамеры. Петербург. Там ни одного полицейского не видно вообще. Санкт-Петербург. Европейский город? Я там не была. Я не знаю. Европейский он и никакой. Спасибо, Елена Ефимовна. Вот интересно, да, получается, что критерии такие. Грязный, значит, азиатский. Да. 788-107-0, 495-й код, плюс 7925-101-107-0. Это уже номер для ваших смс-сообщений. Есть еще сайт русновости.ру. Зеленая кнопка «Задать вопрос» прямой эфир. Напомню, голосование 916-55-81. Если, по-вашему, Москва, скорее город азиатский, 916-55-82. Это европейский город. Смотри, Алекс предлагает... Причем чистый европейский. Чистый европейский город. Алекс предлагает такое критерие. Азиатский город. Все по понятиям и двойным стандартам. Хорошо, грязи туда добавляем. Для определения мы просто пытаемся понять азиатский город и определение. То есть по каким критериям вы выходите на то, что Москва чисто или грязно азиатский город? Или же вы все-таки как вот 85-е считаете, что он европейский? Но больше азиатов, да, слушаем, кто в пользу этой версии. 10 часов 30 минут. Сейчас прерываемся на информационный выход. Русский дух Собирайте весь свой русский дух и определяйте все-таки прямо сейчас в прямом эфире русской службы новостей. Москва это все-таки город азиатский или же европейский? Вот 72-й то ли прослушал, то ли не понимает, о чем мы говорим. Он считает, что те критерии европейского или азиатского города определяем ведущие. Возмущается. Как раз таки мы вас просим. Прямо сейчас мы не только определяем Москва азиатский или европейский, соответственно, у слушателей как можно больше выслушаем и составим, по каким критериям они его отправляют в Азию или в Европу. Поэтому это ваши коллеги, это те же жители Москвы. 72-й определяет критерии. Это у них, на ваш взгляд, странные критерии. Вот среди тех, которые были названы в прямом эфире, азиатский, потому что грязный, азиатский, потому что, я так понимаю, Марина, у тебя сообщение было, потому что все по понятиям. Хорошо. Европа, соответственно, потому что чистый. Европа, вот я сейчас читал сообщение, потому что нет кварталов, трущоб и каменных мешков. Сообщение пришло. 788-1070, вас уже послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Я москвичка в четвертом поколении. Я могу сказать, что у нас в районе раньше редко можно было встретить человека с таким кавказским, азиатским лицом. Сейчас я редко встречаю лица такие славянские. Я живу в районе, который называется Гальянова. Потом, вот я, например, лежала в больнице недавно. В больнице из 8 человек в палате. Только я одна была с русским лицом. Давайте сейчас вот этот критерий национальности мы уберем. Представьте себе на культурном основе. Вы москвичка. Например, Арбат. Мы знаем, что Арбат, это само происхождение, этимология происходит от арабского слова и так далее. Что всегда Москва была таким городом, ну, немножко ближе к востоку, чем к Европе. Вот мы с этой стороны посмотрим. Вот приведите какой-нибудь критерий, который бы подтвердил вот теорию, по крайней мере, ну, давайте мою, которую я пытаюсь тут отстаивать, что мы все-таки немножко азиаты здесь, москвичи. Мы не до конца европейцы. Вы вот что-то в себе такое находите? Азиатская? Да. Ну, конечно. Ну, конечно. Весь человек, он состоит из много-много всяких разных, многих-многих разных составляющих частей. Да, и, конечно, хотя я половина во мне русского, четвертинка польского и четвертинка белорусского, я считаю себя все-таки русским человеком. Ну, безусловно, у меня иногда бывает, ну, неряшливость, скажем. Я считаю, что все-таки вот неряшливость, она присуща азиатам, потому что у нас, например, в подъезде тоже убираются азиаты, я вижу, как они убираются. Или, например, знаете, что еще? Скандальность, вот такая вот громкоголосость в моей манере иногда бывает. Это вот иногда идешь по рынку и видишь, как они ссорятся. Я думаю, боже мой, как я вот бываю похожа на них. Вот это я могу сказать. А в Москве, как в городе, вы видите тоже эти черты? Ну, то есть вы уже говорите, что москвичи, например, любят поскандалить. Ну, так, немножечко. Ну, да, да. Ну, не москвичи, но вот я, я про себя говорю. Не обязательно все москвичи. Я говорю про себя, что я у себя знаю качество. А в самом городе, скажу вам, очень, вот именно в городе вы имеете в виду как? В городе как в строении или как в составляющих частях? Как вам угодно. Как вам угодно, да. Что для вас город? Ну, вот, например, опять же, очень много людей, которые сейчас ходят в азиатской одежде. Это такая мода еще. Ну, не знаю насчет моды, но это, опять же, не люди с славянской внешностью. Очень, очень много, скажем, вот этих палаток, которые продают азиатские блюда. Разве это не составляющая часть того, что это не славянский город? Я мало вижу, например, людей, где написано пирожки там или булочки там, растягай. А вот то, что их, то здесь полно этого. Вот это, я считаю, тоже достаточно прилично говорит о том, что это азиатский город. Таксисты, я очень часто хватаю машины. Вы знаете, в последнее время даже пыталась вот не ловить машину с товарищами с этими, да, которые водят эти машины, а попробовала поймать человека, который со славянской внешностью. Фигушки, фигушки, стоишь, 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 стоишь. Нет, только они кругом шастают. Ну, может быть, еще потому, что русские мало останавливаются. Не знаю, может, все заняты, да не знаю. Хорошо. Все очень сложно говорить. Да, понятно, спасибо, спасибо большое. Ну, смотрите, видишь, нам до этого говорили, что в Германии турки тоже таксисты, но при этом Германия европейская, и турков там почти не видно и так далее. Ну, то есть, все-таки это не критерий. Совсем ощущаю весомость аргументов, потому что человек может увидеть очень много людей в европейской одежде, при желании может увидеть, да, очень, я не знаю, я не встречаю очень много людей в азиатской одежде, я вообще просто не представляю, что значит в азиатской одежде. Ладно, очень много палаток, хорошо. Константин Кушнир пишет, Москва не западный рынок, а скорее восточный базар. 788-107-0, звонок, прямой эфир, вас уже послушаем, ваши критерии, определения. Ну, конечно, всех москвичей с Днем Города поздравляю. Олег, вас тоже. Согласен с женщиной, да, я тоже москвич. И, вы знаете, я хочу сказать, что эта тенденция пошла с развалом Советского Союза, когда экономика рухнула в среде азиатских республиках, и люди всех вынули сюда, а куда им ехать? Это же наш же народ, советский народ. Но в советское время мы жили, как говорил Константин Щелков, всегда вспоминаю его, как многоквартирный дом. Да, спасибо. Олег, спасибо огромное. И Советский Союз вспомнили в одном предложении, и Константин Щелков. Спасибо вам за определение Москвы, как и азиатского европейского города. Четкие определения, критерии. Хорошо, давайте вот 788-107-0 с вами попробуем. Здравствуйте, меня зовут Мария. Если вас интересует мнение историко-культура из Петербурга, который очень любит Москву, я вам с радостью его выскажу. Я считаю, что исторически Москва – это, безусловно, европейский город. Это вслед за Киевом мать городов русских. И так же, как Петербург – это европейская столица огромной страны, которая географически лежит в Европе и в Азии, но исторически создавалась на основе европейских традиций. Это христианство в восточном его изводе, то есть православие. Это крестово-купольный тип храма. Это мозаики, иконы, фрески. Это все традиции, идущие из Византии, а оттуда, в общем-то, из античности. Поэтому мы можем сказать, что, безусловно, исторически Москва – это европейский город. И когда из западного такого Петербурга приезжаешь в Москву, то радуешься, прежде всего, облику русских храмов, которые даже большевики не до конца искоренили. Идешь по улице, застроенной сталинским ампиром или конструктивизмом, и видишь перед собой вдруг вынурнувшую русскую церковку 15 века, и сердце буквально сжимается от умиления. Но последние годы Москву сознательно, как и Петербург, превращают в евразийский город, в Орду, в золотой сарай. Потому что после краха советской идентичности нас пытаются превратить в евразийцев. Хотя, по сути, мы европейцы. Нас пытаются заменить азиатскими народами. Потому что русские, как европейцы, могут потребовать себе прав, свобод, демократии. А нас хотят заменить покорными, бессловесными азиатскими ордами, которые здесь же потом, и тут эта наша власть подлая не учитывает, установят законы шариата. И меня пугает эта тенденция засилия вот этой орды с ее грязью, азиатскими нарядами, с ее традициями вот такого бесправного, несправедливого отношения, так сказать, между собой и с другими народами. И это делается сознательно. Меняют облик, чтобы приструнить, чтобы изменить само отношение, чтобы меньше выступали. Чтобы меньше управлять, манипулировать, а на фоне всего этого распиливать колоссальные бюджеты, о чем вам уже говорили, устанавливать свои понятия, о чем вам наши умные сограждане уже тоже говорили. И, соответственно, превращать окончательно великую русскую культуру, как часть европейской христианской цивилизации, вот в эту помойку некой такой орды, понимаете, которой мы никогда не были. Мы воевали с ордой, мы освободились от нее. Мы преемники византийской европейской традиции. Спасибо. Начали за здравие. 10 часов 42 минуты. Через полторы минуты тему продолжим. Не забудьте про наше голосование. Радио РСН. Москва, 107.0. Санкт-Петербург, 92,9 FM.